Всем здорова, друзья, меня зовут Шок, и сегодня мы находимся в городе Москва. Это очень странно, но я здесь нахожусь очень часто в последнее время, но это не просто так, потому что нас приглашают сюда разные компании, и плюс тут есть классные клубы. История этого клуба очень интересная, мы сюда зашли вообще случайно, мы искали мероприятия по Фортнайту, куда нас пригласили, но зашли случайно сюда. И в итоге, мне это очень сильно понравилось, я понял, что да, это будет контент, и самое главное, это самый дорогой кибер-клуб, который я вообще видел. Полетели! Окей, все, мы зашли, наконец-то там ужасный дождик. Друзья, привет, привет. Я хочу сразу сказать, что этот клуб по ценам вас удивит. Давай ты просто расскажешь в средней цене, где за час. У нас оплата идет по факту, и компьютерные игры стоят 300 рублей час. Но оплатите вы за количество минут, которые вы по факту проиграли. Или выиграли. PlayStation 600 рублей час, гоночные симуляторы 750 полчаса, настольный теннис 500 за полчаса. То есть вы понимаете, насколько ценники высокие. Сейчас мы посмотрим вообще, как это выглядит, и есть ли за что здесь платить. Я сегодня буду не один, вы знаете этих блогеров. Это у нас Пози, привет. О, и ты здесь. Какая неожиданная встреча. Если вы его знаете, это очень классно, вам будет интересно смотреть ролик, и у нас будет Майнкрафтер Рисман. Привет. Здорово. Короче, все, с такой компанией будем сегодня снимать ролик, и сейчас мы переодеваемся и полетели смотреть, что здесь вообще такое. Полетели. Короче, что нас встречает в этом клубе? Это огромный стенд с всякими девайсами, приставками и комплектующими ПК. Это очень классно выглядит, и нам рассказали по секрету, что эта вся конструкция стоит 350 тысяч рублей. Что-то вроде этого. Это огромная сумма, но выглядит очень симпатично. Вот она стоит все 349 тысяч, а остальное тысяча. Их задача была, чтобы здесь бы фоткались люди. Мы вчера здесь были уже, и да, люди фоткались. Вчера обсуждали о том, что эта штука чисто отличная реклама для Инстаграма. И когда сюда пришли другие блогеры, все фотографировались как раз-таки у этой стенки. Так что я думаю, что реклама работает, раз блогеры фоткаются. Так, ладно, давайте идти вперед. Здесь нас встречают баннеры, типа, кто здесь у нас чемпион по разным дисциплинам. Здесь у нас кафешка. Также можно смотреть либо Доту, либо КС, что ты хочешь. Кстати говоря, как мне сказали, это их же турнир. Они их проводят здесь частенько. То есть все, что я сегодня буду говорить, вас будет удивлять, потому что это пока что самый перспективный и амбициозный клуб. Они очень все хорошо продают. А, да, да, да. Вы просто еще не видите, что в той комнате. А там... Чувак, мы даже уже забыли про существование этой комнаты. Короче, самое главное это дизайн. Здесь он максимально странный, и это очень красиво выглядит. Очень уютно. Здесь у нас по 4 компьютера, а у нас таких 4 зоны. И получается очень комфортно. И вы здесь не увидите Дикси Рейсера. Не, ну, в принципе, я останусь здесь. Не, согласись, Дикси Рейсер это другое совсем. Ты здесь не потеешь, во-первых. Вообще никогда. Плюс... Если у тебя бомбит пукан, у тебя есть отличная вентиляция с ним. Да, тут есть вентиляция. Ну, кстати, вы думаете, что они дешево стоят, но нет. Сколько примерно это кресло стоит? 25 тысяч. Дикси Рейсер стоит 30. Ну, плюс-минус. Примерно одного есть. В общем, я вчера играл в Fortnite, чуваки. Не поверите. Я взял топ-2. Как вам такая новость? Ну, давайте, подыгрывайте, вы че? Да, короче. Это не общительное. Это не общительное. Майнкрафта нету. Майнкрафт это моя жизнь. Серега, успокойся. Оттащите его от компьютера. Нет. Я хочу Майнкрафт. Так, короче, давайте заценим, что здесь вообще в компьютере за 300 рублей в час. Это самый дорогой ценник, который у меня вообще был в выпуске. И я вообще нигде не видел дороже. Что у нас по девайсам? Здесь у нас все от Asus. Начнем с клавиатуры. Здесь она Asus Rock Claymore. Мышка у нас Rock Gladius 2 Origin. Коврик от Asus Republic. А по ножничкам здесь у нас опять же Asus. Они очень приятной формы, и они тяжелые. Ну, честно, все очень хорошо. То есть, я давно не пользовался Asus, и они как-то редко появляются в клубах. Обычно везде HyperX. И это приятно, потому что хоть кто-то смотрит на Asus. Так, здесь у нас по компьютерам за 300 рублей вы получаете... Ну, я предполагаю, что это будет 2080 и i7, и самый последний. То есть, я еще не видел клубов, где i9, кстати. Здесь процессор у нас i7-9700K. 16 гигабайт оперативной памяти. По видеокарте здесь у нас RTX 2080. 2080? Да. Ну, что я могу сказать? Это мощнее, чем mycom. Но есть один минус. Где Minecraft? Для чего нужна такая карта, если я не могу играть в Minecraft с RTX? В общем, последний раз в компьютерном клубе я был около 10 лет назад. Это было где-то в подвале. И один час в компьютерном клубе стоил 25 рублей. Или 15, я не помню. И то, что я вижу сейчас, это немного другое. Я представлял себе компьютерные клубы в Москве, как компьютерные клубы тогда. Типа, в подвале. Знаешь, такие компы белые стоят с квадратными монниками, такими ящиками. Слушай, не ты пер-то говоришь, я не знаю, почему такое ощущение. Почему вы не смотрите мои ролики? Посмотрел бы, так понял бы, как это выглядит. Ну все, отстань. Короче, что у нас по компам? Сумма за этот компьютер у вас на экране. И здесь они тоже 144 Гц, изогнутые MSI. Вопрос, изогнутые, нужен или нет, я считаю, что вообще нет. Не знаю, почему такая мода над них, но они бесполезны. Они только ухудшают игру. Ладно, все, сейчас мы идем дальше. А дальше у нас опять же компьютер, компьютер, компьютер. Справа у нас кафешка. И дартс. Дартс. Пойдем дартс. Нет, все плохо. Давайте мы удивились, потому что он попал. Давай все. Если я сейчас попадаю в зеленое, либо красное, я получаю либо 5, либо 10 тысяч. Подойти к целью фиг может быть. О, блин. Не, ну ладно, давайте я в яблочек попаду. Бабку соберу. Ну, почти. Близко, близко. Сейчас разбегаю. Более долго целился, значит. Дай мне, я алкоголь. Идем дальше. И здесь нас дальше встречает барная стойка, где вы можете заказать все, что вы хотите. Здесь есть алкоголь. Привет, здорово, бро. Привет. Привет. Расскажи, какие у тебя здесь есть напитки. Алкогольные, безалкогольные, у нас все есть, правильно? Присутствуют, да. Гребкие алкоголи, грязь, ливина, красные, белые. Насколько часто заказывают алкоголь? Каждый день. А в процессе даже больше алкогольных заказывают? Ну, люди приходят разные. В основном, конечно, хотят сконцентрироваться на игре, поэтому заказывают либо полы, ремонт. А так есть те, кто и покрепче желает. Окей, здесь у нас встречает просто огромное количество машинки и 4 руля. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, тут можно играть по сети и на одной карте. Сейчас мы посмотрим, как это будет работать, поэтому я предлагаю сесть и... Хорошо, все, мы сейчас садимся и... Давайте так, кто будет первый, выигрывает что-то. Давайте так, кто первое место, я не пользуясь, поэтому тысячу. Давайте так, моя ставка, кто занимает первое место, получает 5 тысяч. Окей, ну все, мы покатали на гоночках, что думаете? Я думаю, что проводить турнир пока рано, но когда все поправят, будет все чатенько. Да, потому что она сейчас будет и вот такой вылет у вас на экране. Ну, надеюсь, это быстро поправят. Ну, а так, очень классно, я почувствовал, что я сижу в Уламбе. Вот это мое самое любимое место. Твое любимое место. Огромный экранчик и Rocket League. Серьезно, тебе нравится? Сейчас мы заходим в первую комнату из трех. Это вип-комната с пятью компьютерами. Максимальное количество крутых комплектующих. Здесь уже не 2080, а 2080 Ti RTX. И здесь сразу запущен в PUBG, кстати. Комната максимально маленькая, но она уютная. И здесь, ну, больше не нужно. Мне вот эти лампочки нравятся. Да. Подевайсом здесь все так же, все Asus, но монитор здесь максимально удлиненный. Не знаю, в чем прикол, но, скорее всего, в PUBG играть удобно, вы бы сказали. Но, как видите, все ставят 4 на 3, либо 16 на 9. И здесь уже вопрос о том, что это нужно для PUBG. Остается вопрос. Самое забавное, что в этой випке, чтобы занять все хоть один час, ты должен заплатить 2500 рублей. Но мне кажется, что в эту випку выгоднее собираться компаниями, потому что на каждого человека как раз таки выйдет примерно 500 рублей. Такие вот дела. Ладно, пойдем в следующую випку. Так, все, мы зашли. Это следующая випка. И, как мне говорит оператор, здесь есть VR. Я вот просто не вижу этот VR. Вот он. А, вот он, ее просто. Во. Это без VR. Я не знаю, зачем ты мне это дал. Зачем ты мне это дал. Но здесь копов тоже 5. Так что, по факту, эта випка не отличается от той випки. Но там были 35 дюймов, если не ошибаюсь, мониторы. Здесь 32. То есть здесь они поменьше. Здесь все-таки для шутеров, там для чего-то другого. И я не знаю, для чего они. Тут другой дизайн ставится. Там были они под талом компьютера, здесь они сверху. В каждой комнате, как понятное дело, вытяжка и свой кондиционер. Это все очень удобно и комфортно. Но мне, честно, мне, честно, зашла больше первая. Ладно, вот так это все выглядит. Пойдем дальше. Вау, здесь прохладно прям. Да. Сюда летом, жарким, приходите вообще даже кайфом. Здесь даже компьютеры есть, серьезно? А если вы пришли сюда с детьми, возможно, я не знаю, какие у вас там дела, в любом случае, вы можете расслабиться прямо в центре этого клуба. Сесть здесь и поиграть в ластешку. Сколько стоит вы здесь поиграть? 600 рублей в час. 600 рублей в час. И ты сам здесь сидел, играл. Да. То есть заказываешь покушать, попить и все, сидишь, играешь. 600 рублей в час. Ну, что думаешь? Ну, я думаю, что это достаточно прикольно. Я знаю, что подметил? Что в компьютерном клубе все сектора подмечены вот такими вот надписами. Вот, например, мы сейчас находимся в сексе PlayStation. То есть если вдруг ты потеряешься в огромном компьютерном клубе, то ты сможешь легко себя саникетовать. Так, сейчас вот просто отгадайте, куда я иду. Вот, какие ваши ставки? Что это может быть? Прежде чем мы зайдем в ту комнату, вы поставите ролик на паузу и напишите в комменты. Руки отвозите фону. От пози. Смотри, подсказка. Иди за мной. Что это? Что это? Это настольные игры. Какая комната там может быть? Давай, ставь на паузу. Пиши, а мы заходим. Вас это удивит, но это гребаная мафия в кибер-клубе. Мафия? Чисто комната под мафию. Все необходимое для мафии здесь есть. Ну и самое последнее, что я могу здесь показать, это пинг-понг. Он здесь очень странно, что есть, но это огромнейшая классная фишка. Тем более пинг-понг я обожаю и выигрываю каждого второго. Короче, вот здесь можно провести турнир на бабки. Нет, я не умею играть в кибер-понг. Тогда 100% надо провести турнир на бабки. Если тебя касается. И, кстати, самое интересное, что самая большая проблема всех теннисных столиков, это вылет твоего мячика под стол, под кресло. Вообще, в другую комнату. Здесь все закрыто стеклами и максимально удобно. Мне здесь все очень нравится. Сейчас пришло время к выводам, что это был за клуб, как мы его оценили и так далее. У нас есть критерии. Вы знаете, что это уже второй выпуск. И давайте начинать. Промощность компьютеров, ну, здесь нужно ставить пятерку. Пятерку, да. Окей, пятерочка. Персонал. Нас хорошо приняли. Нас угостили. Я вам отвечаю. Нам подали завтра. Нам подали завтра. И закормили их пусто. Да, ну, тысяч пять-шесть это стоило. Это люто приятный подарок. Поэтому пять. Нет, кстати, по еде там было все хорошо. То есть, что там было, вспомни. У меня была лапша. Там была курица пожаренная. Да, там вот это вот... Бургеры. Капсалаты были. Бургеры. Вкусный бургер. Очень вкусный бургер. Я вот кудок попробовал. А, и тут есть еще коляна, да. Но мы их не попробовали. Короче, мы ставим за кухню пять. И персонал пять. Чистота. Мне кажется, чисто. Слушай, нигде не было проблемами с этим. Клубы всего месяц. Возможно, из-за этого. Да, еще не заносилось ничего. Не, ну, ты посмотри на этот стол. Этот стол постоянно каждый день занят. И вроде как он чистый. Да и в целом в компьютерном клубе очень чисто. Я впервые в таком компьютерном клубе бываю. И поэтому для меня все компьютерные клубы на пятерочку. Не те, которые были раньше. Поэтому за чистоту я ставлю пятерочку. Здесь я не могу спорить, поэтому так же пятерочка. Дальше у нас идет интерьер. И по интерьеру я скажу сразу, что здесь пятерка. Потому что я сюда зашел вообще случайно. И как только увидел, что это вообще такое, я просто удивился. И такой я никогда не видел. Настолько приятный дизайн. Настолько со вкусом. Домашний. Домашний. И дизайн, да, домашний. Он уютный. Лампа. Уютный, да. Он меня зацепил. Тут видно, что люди старались. Они смогли умудриться добавить теннисный столик, не испортив всю картину. Компьютерный клуб, чуваки. Да, это... Компьютерный клуб. Теннисный столик. Короче, по интерьеру здесь точно пятерка. Я не знаю, что я еще увижу лучше. Мне кажется, это вообще пока что лучший клуб, который я видел. Я это говорю уже во втором выпуске подряд. И последний пункт, это у нас локация. Локация, как мне показалось, не совсем удобная. Это находится почти что в центре. Это находится возле Москва-Сити. Здесь какое-то арт-пространство. Но чтобы найти этот компьютерный клуб, пришлось постараться. Мы здесь как бы уже были, но когда обратно пытались вернуться, чтобы записать здесь уже какой-то видос, нам пришлось искать его. Так, естественно, боятся сюда ехать. Да, да, да. И вывесок нигде нет. То есть только одна вывеска, place, небольшая. Я считаю, что нужно проработать над тем, чтобы люди могли спокойно найти локацию, где находится этот компьютерный клуб. Поэтому за локацию я ставлю троечку. Я бы поставил четверку. Куда все-таки приезжают люди. И на своей машине сюда приезжать удобно. На своей машине приезжать. У меня четверочка тоже, но в принципе в этот клуб мы попали совершенно случайно. Просто на него наткнулись. Но вот им не мешало бы проработать как-то навигацию, чтобы люди знали, куда идти. Потому что здесь реально очень много всего находится, очень много вывесок, и ты здесь путаешься. Последний ролик на канале в Кибермании, где мы были, там в Инстаграме показано, как зайти в клуб. Такие вот дела. Ну, в целом, за локацию мы ставим четверку, либо 3,5. Давайте 3,5 остановимся за локацию. Нет, нет, ладно, давай четверку, округляем. Хорошо, ладно. Окей. То есть в итоге мы делаем локацию что? Мы делаем локацию четверку. Окей, ну это пока что лучший показатель по клубу. Я не знаю, что должно быть лучше. Вот серьезно. Я не знаю, что меня удивит после всего того, что я увидел. Я увидел уже больше 15 клубов, и это самое такое интересное. Это мой первый компьютерный клуб за последние 10 лет, и поэтому мне однозначно очень зашло. В целом, какой у нас вывод? В целом, какой у нас вывод? В целом, какой у нас вывод? То, что этот клуб получает 5 баллов. Ставьте лайк. У нас не было в этом ролике агитации на лайк, поэтому ставь лайк прямо сейчас. Давайте наберем 21 тысячу. Ставь лайк. Все, на этом и заканчивается ролик. Ребята, оценка меня радует, и клуб меня также обрадовал. Я думаю, что сюда буду идти, когда я буду посещать Москву. Вместе с тобой и вместе с тобой. Все договорились? Да. Ладно, это был ролик оценка клубов. С тобой... Ставь, стап, 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 стап. С вами был Пози, Рисман и Шок. Ждите новые ролики и не забудьте прямо сейчас нажать на колокольчик. И, понятное дело, подписаться на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok